Это небольшое по современным меркам здание было построено еще во второй половине XIX века чешскими переселенцами. В 70-х годах прошлого века здесь расположилась поселковая библиотека. За годы работы библиотечный фонд пополнялся новыми книгами. Сейчас их более 18 тысяч экземпляров. А столетнее здание, требующее ремонта, ветшало. Но в этом году, благодаря инициативе сотрудников акционерного общества «Черномор Транснефть», просветительское учреждение получило новый виток развития. Мы в этом году решили провести ремонт в пяти сельских библиотеках в регионах нашего присутствия. Это было желание работников, провели опрос, пришли к такому мнению, что необходимо поддержать именно библиотеку. Жители Кирилловки с интересом наблюдали за работами по реконструкции, которые велись буквально и в снег, и в дождь. Надежды оправдали самые смелые ожидания. Очень, очень молодцы снаружи, изнутри. Ребята так работали, и снег, и дождь, и грязь. Они ходили, мне их так было, я рядом живу, было их жалко, но они молодцы, руки золотые. Я сюда хожу, сколько мы тут живем, столько я хожу сюда, и внуки мои, и дети мои здесь. Конечно, здание уже было на грани. Так что большое спасибо всем. Дизайн меня очень удивил, очень красиво. Во-первых, разные отделения для взрослых и для детей. Раньше там где занимались? Вот только тут, потому что и холодно было, и темно. И библиотека стала, мне кажется, в два раза больше. На торжественном открытии библиотеки присутствовали постоянные читатели, жители села Кирилловка, работники предприятия «Черномор Транснефть», которые приложили не только руки, но и вложили частицу души в ее возрождение. Традиционную красную ленточку перерезали почетные гости – глава Новороссийска Игорь Диченко и генеральный директор акционерного общества «Черномор Транснефть» Александр Зленко. Наша страна является одной из самых читаемых в мире, и надеюсь, что вот такой маленький акт, который мы сегодня осуществили, он поможет в дальнейшем поддерживать такие высокие позиции. Сегодня мы не только выполняем указ президента, обеспечиваем сельские округа библиотеками, мы еще показываем, как власть работает с партнерами, социально направленными компаниями, в частности, это «Черномор Транснефть». Отчетные гости получили именные бессрочные читательские билеты, заполнили формуляры, получили книги для чтения, оставили напутственные пожелания для постоянных читателей. До ремонта их было не более 500, но теперь наверняка станет намного больше. Как в детстве нам всегда говорили, лучший подарок – это книга. Сегодня лучший подарок, наверное, для Кирилловки – это библиотека, в которой есть много хороших книг, в том числе «Черномор Транснефть». Порядка 500 книг подарила эта библиотека. С этого дня любой житель села может стать активным читателем. Что же касается школьников, то для них подготовлен целый цикл интересных мероприятий. «Досуг девятишки у нас проводят. Это и игры настольные, это у нас и мероприятия всевозможные, посвященные. Сейчас вот новогодние начнутся, потом после новогодние каникулы». Своевременность обновления библиотеки трудно переоценить. Она, как и прежде, станет культурным центром поселка Кирилловка и будет нести свет просвещения в сердца и души сельчан, делая их жизнь ярче, интереснее и насыщеннее. Ирина Ищенко, Денис Ротарь, Новая Россия.